Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для вас свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня выпуски. В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора КФУ Ильшат Кафурова с молодыми учеными. Ректор КФУ провел обход по обновленным корпусам Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет подал заявку на грант вместе с норвежским университетом и уверенно вошел в число победителей. Ректор КФУ Ильшат Кафуров провел обход по обновленным корпусам Казанского федерального университета. Все подробности смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В настоящее время отремонтированное отделение соответствует самым высоким стандартам Но на этом модернизация инфраструктуры университетской клиники не закончилась И руководители подразделения университета 25 декабря стали свидетелями завершения В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с молодыми учеными В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса на заискание стимулирующей выплаты Более подробно смотрите далее В центре магистратуры Института управления экономикой и финансов КФУ состоялась встреча ректора с молодыми учеными Рад встретиться с вами и хочу сказать, что год, который мы с вами провожаем, 19-й год, мы завершаем его неплохо У нас неплохие результаты и вы знаете, что мы неплохо представлены в том числе и во всех международных рейтингах Впервые попали в рейтинг ОРВУ, попали в топ-100 по предметному рейтингу Эдюкейшн Хочу сказать, что в этом огромная заслуга всего коллектива, в том числе и вас, как молодых ученых Во время круглого стола Ильшат Гафуров озвучил новую цель, которая стоит перед университетом Обеспечить финансирование собственных проектов вне зависимости от изменения установленных регламентов Сегодня зарабатываем большую часть нашего бюджета, общий бюджет более 11 миллиардов рублей Поэтому мы себе можем позволить разного уровня гранты Сегодня будем сертификаты вручать И есть желание науку финансировать в грантовом порядке на следующий год Мы постараемся, что при выполнении они будут все-таки не только годовыми Для того, чтобы люди более-менее стабильно себя какой-то период чувствовали И в обязательном порядке у нас будут не только научно, но и гранты на подготовку учебных образовательных программ На мероприятии присутствовало 50 представителей наиболее продуктивных лабораторий Казанского федерального университета За вот эти два года и текущий год реализуется большое количество грантов, которые молодые наши кандидаты и доктора наук выиграли И в том числе не только кандидаты Основное количество это, конечно, гранты РНФ и РФПИ Большое количество грантов президента Есть такие специальные гранты по разным программам По направлению БХ, ресурсы Арктики В целом молодыми учеными реализуется Мне кажется, что очень серьезная цифра Это 254 проекта, поддержанные различными фондами Но эта цифра постоянно, с каждым годом растет И если перейти в финансы, то, наверное, цифра близится к 1 миллиарду рублей, которые этими грантами оперируются В рамках встречи прошла церемония награждения победителей конкурса на ССК Не стимулирующие выплаты ректора КФО для молодых ученых, занимающихся перспективными проектами Эта выплата существует в университете уже давно И по предложению ректора в будущем году будет расширена А также разделена на отдельные номинации Кроме того, ректор обозначил намерение расширить перечень мер социальной поддержки молодых ученых Ильвира Зорина, Алексей Руменцев, Универньюс 24 декабря Российский фонд фундаментальных исследований и Исследовательский совет Норвегии Объявили об итогах проведения конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований 2019 года Казанский федеральный университет подал заявку на грант вместе с университетом Ставангера И уверенно вошел в число победителей Проект стратегической академической единицы «Эконефть», отмеченный РФФИ и исследовательским центром Норвегии Призван развить технологию добычи углеводородов на шельфе в море и суровых условиях Арктики Грант был выделен на создание технологий, которые позволят эффективно разрабатывать морские месторождения И при этом не оказывать вреда окружающей среде Сегодня это очень актуальная тема Идет активное освоение запасов нефти и газа в Баренцевом море Но это сопровождается различными авариями, экологическими рисками Наши реагенты, они с одной стороны решают проблему, так сказать, техническую С другой стороны, они базируются, будут базироваться на биоразлагаемых, нетоксичных веществах Что позволит сохранить окружающую среду, так сказать, в первозданном виде без загрязнений Нефтепромословые реагенты были разработаны учеными САЕ «Эко-нефть» и показывают хорошую эффективность Полученные результаты позволяют предположить, что синтез и апробация новых многофункциональных биоразлагаемых и экологически чистых ингибиторов могут быть решением обозначенных проблем В свою очередь, научная группа профессора Келланда из университета Ставангера активно занимается вопросами солиотложения Их лаборатории оснащены современным оборудованием для тестирования ингибиторов, выпадения карбонатов, сульфатов и других солей По количеству и уровню публикаций, полученных патентов, реализованных проектов и опыту работы Данная группа является ведущей в мире по нефтепромысловой химии для ингибирования гидратообразования и солиотложений Данный обмен опытом позволит оптимизировать известные процессы и получить новые методики синтеза и, соответственно, новые полимерные молекулы В Баренцевом море это такие сложные, достаточно климатические условия Там низкие температуры, там сами месторождения находятся на глубине достаточно высокой, там высокие давления И это сопровождается тем, что при добыче и транспортировке возникают проблемы, связанные с отложениями солей, с отложениями гидратов То есть они забивают трубопроводы, забивают скважины И это может, с одной стороны, технически влиять, то есть уменьшать добычу Но, с другой стороны, может приводить к очень чрезвычайным последствиям, как авария, разрывы трубопроводов Но это уже совсем другого уровня риски и их нужно минимизировать Как раз для этого и используются специальные реагенты, ингибиторы соли отложений, ингибиторы гидрата образования и ингибиторы коррозии Предотвращение этих трех факторов избавляет нефтяников от множества последующих проблем Процесс идет в морской воде, соответственно, возникает коррозия И вот эти все три фактора, они негативно влияют и могут приводить к различным проблемам И вот как раз сейчас эти реагенты применяются, три разных вида То есть это три объема таких, и каждый из них достаточно базируется не очень на экологичных веществах И в чем наша идея, совместно с нашими норвежскими коллегами, то, чтобы разработать одно вещество Которое будет обладать сразу тремя функциями, но при этом оно как раз будет экологически чистым То есть будет нетоксичным и биоразлагаемым Грант рассчитан на три года Объем финансирования будет разделен между российской и норвежской стороной Камиль Гемоздинов, Диана Шилова, Универ Ньюс На этом наш выпуск подошел к концу Не забывайте смотреть нас в социальных сетях До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова